Привет! Хочу рассказать вам несколько советов, секретов или может быть просто некоторые непонятные для вас моменты. Игра из Амордоров. Замечательный мод Эдайн на игру Властелин Колец. Итак, прежде всего рассмотрим какие есть специальные способности у Мордора. Большинство остались старыми, нетронутыми, как, например, земля. Естественно, только изменилось количество брони, которое она добавляет вашим войскам. Было 50%, стало 30%. Ну и глаз. Тоже немного изменились параметры. Теперь он дает только 30% урона. И одна новая способность, это что-то схожее с воскрешением у Добрых Раз. Только оно не лечит, а лишь воскрешает один или два солдата на отряд. Но плюс в том, что оно воскрешает всех солдат, вернее, по одному солдату в каждом отряде, что у вас есть в вашей армии. Далее, это призыв башенки, вызов трех отрядов орков довольно-таки сильных, вызов орды, то есть быстрое строительство всех орков на время действия этой способности. Это баф для назгулов и немножко быстрее позволяет Саурону набирать опыт. Далее, это камнепад, который был раньше. Тьма, тоже с измененными способностями. 20% к урону и 20% к защите. А вот это очень интересная способность. Она превращает нашего некроманта в Гартаура. Очень-очень сильного героя, который позже сможет превратиться уже в Саурона, вернее, если найдет кольцо. И последние две, это призыв Балрога и призыв Тарана в виде волчьей головы. Еще один важный момент игры за Мордор, это система постройки зданий. В начале игры у нас доступны только стандартные здания, ресурсные и здания, которые производят орков, троллей и осадные орудия. Кроме того, мы можем строить еще три здания с лучшими существами. Но чтобы получить их, нам нужно построить некроманта и прокачать его уровень. Итак, чтобы построить некроманта, мы должны сначала сделать апгрейд башни с глазом в крепости. Итак, глаз готов. Теперь у нас появилась иконка строительства некроманта. Он строится бесплатно и довольно-таки быстро. Кроме того, нам нужно будет построить хотя бы одного героя. Сначала нам дается на выбор три. Два Назгула и Глашатай. Но он стоит дорого, поэтому я строю Назгула. И так, наши герои готовы. Некромант наносит достаточно небольшой урон, но массовый. Поэтому мы можем по желанию либо просто оставить его где-нибудь пастись на базе, ну или помогать нашим войскам. Назголом же мы идем к каким-нибудь врагам и убиваем их. Когда Назгол убивает врагов, некромант этим временем получает за него опыт. То есть, неважно, на каком расстоянии некромант находится от Назгула или от других героев, он все равно будет получать этот опыт. В свою же очередь, другие герои, почти все за Мордор, не получают опыта и всегда находятся на нулевом левеле. Но когда уже некромант получит уровень с этим уровнем, у героев будут открываться все новые и новые способности. Еще один важный момент. Это апгрейд в крепости сигнальных огней. Делаем его. Он уменьшает стоимость всех орков, которые строятся в яме. Толстяки теперь стоят 120 монет, а не 150. Лучники 200, а не 250. Копейщики 120, а не 150. Еще одна интересная особенность Мордора, это орки-командиры, или толстяки, как я люблю их называть. Они имеют возможность комбинироваться с отрядами орков, практически любыми, давая им при этом бонусы. Если бы это были лучники, вот как сейчас, они получают больше урона, простые орки получают больше защиты и немного скорости бега, и копейщики примерно такие же бонусы. Кроме того, в выдании изменена система постройки троллей. Прежде всего, мы должны улучшить свинарник с троллями до второго уровня. После этого мы получим возможность сделать апгрейд. Какая-то хрень, похожая на бантик, за 1000 монет. Итак, апгрейд готов. Улучшаем тролля. И вот, он превратился в такого грозного бронированного тролля с дубиной. Кроме того, нам на выбор дается 3 улучшения. Правда, нужно еще свинарник на третьего уровня уже улучшить. Разница между ними очень проста. Мы выбираем либо больше урон, либо радиус поражения. Итак, если мы улучшим молот, мы получим больше урон, но меньше радиус положения. Далее, шипованная дубина. У нее чуть-чуть меньше урон, но уже больше радиус поражения. И, естественно, у меча еще больше. Но, в основном, можно воевать вот такими вот троллями без этих улучшений. Спустя некоторое время, я все-таки смог прокачать своего некроманта до третьего уровня. И теперь мод предлагает мне выбрать одну субфракцию. Так, что же у нас есть? Это долгулдур, минус моргул или сиритунгул. Допустим, мы берем долгулдур. Теперь нам доступно одно из трех зданий. Строим его. После улучшения наша база стала светиться вот такой тучкой. Что именно делает эта тучка, мне, к сожалению, непонятно. Здание наше построилось. И прежде всего нужно упомянуть то, что каждая субфракция дает возможность улучшить яму орков, чтобы можно было строить определенные новые виды орков. Таким образом, мы нажимаем вот на этот флажок, на яму орков. После чего он появляется возле нее. Теперь наши лучники превратились в таких вот мразей, которые стреляют отравленными стрелами. Но стоит учесть, перед тем, как делать апгрейд, что они не смогут уже стрелять горящими стрелами. То есть, зданием они не будут наносить практически никакого урона. Кроме того, мы получили возможность, имбулу и возможность строить паучков. Они очень сильные, они грызут все, что только можно. Конницу, пехоту. И у них много жизней. Кроме того, мы можем построить еще четырех костылянов. Это очень сильные элитные воины, которые имеют здоровье практически как герои. И сносят где-то по 4-5 солдат одним ударом. Таким образом, четыре этих костылянов вместе могут накостылять практически целой армией. Ну, если управлять ими бережно. И, в конце концов, мы можем строить одного героя. У каждой сабфракции они разные. И количество их меняется. Здесь он один. Когда некромант достигнет пятого уровня, как у меня сейчас, Назгулы получат возможность превратиться в неведомую хрень. В обычных Назгулах есть две хрени на выбор. За пятьсот монет они могут превратиться в сильного всадника, ну, который может либо бегать пешком, либо на лошади. Вот и все. Но за тысячу монет они могут превратиться в Назгулов каких-нибудь сильнее, которые впоследствии могут не только ездить на лошади, но еще и летать на драконе. Вот он, родимый. У Кхамула же нет выбора. Он может превратиться за полторы тысячи. Такого же Кхамула, только с другой картинкой, ну и большим запасом здоровья. Ну и, конечно же, он тоже может летать на драконе. Кхамула 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 Кхамула